Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость утверждает, что посещение небес – это норма для каждого верующего. Скажите, а хотите ли вы быть нормальным? Скоро мы узнаем об этом. Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду. В этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Джастин, до того, как вы приняли миссию, вы были настоящим бунтарем и диссидентом. После этого события вас буквально выпроводили с фестиваля движения Нью Эйдж. Что там произошло? Скажите. Да, точно. Мы с друзьями посетили несколько фестивалей Нью Эйдж, прикрывшись именем Иешуа. Мы называли себя «мистики Иешуа». Чтобы пророчески читать письма людей, истолковывать сны, молиться за исцеление и изгонять бесов. Это ведь нормально, правда? Да, так и должно быть. На этих фестивалях медиумов мы пользовались большой популярностью. Организаторы фестиваля сами рекомендовали нас посетителям. Мы были верующими, но вместе с нами в шатре находились еще 20 медиумов. Когда гости фестиваля спрашивали «кому посоветуете пойти?», организаторы обычно отвечали «вам нужно пойти к мистикам Иешуа». Они не были верующими? Конечно нет, но они говорили «у них здесь самая кипучая энергия». Иногда люди выстраивались к нам в очереди и по 30 минут ждали нашего пророческого служения. Мы были окружены соперниками. У нас было, что предложить жаждущим людям. Мы видели, как многие спасались. Две ведьмы перестали колдовать и обрели спасение. Об одной из них мы узнали только много лет спустя, но благодаря нашему служению она получила радикальное спасение и освобождение. В конечном итоге нас выпроводили. Кто-то узнал, кто мы на самом деле, что мы изгоняем бесов и приводим людей к Господу. О нас написали письмо в организацию медиумов, чтобы всех мистиков Иешуа занесли в черный список. До того, как вы спаслись, вы много лет были наркодилером, употребляли наркотики и часто попадали в тюрьму. Однажды, вернувшись после очередного срока, вы кутили на Бурбон-стрит. Это в Новом Орлеане. Затем вы приехали домой, и там вас ожидало облако славы. Так почему же Бог сделал это для обычного наркомана? Я никогда не видел облако славы. Хотя был благочестивым. Что произошло? Я отчаялся. Это отчаяние нарастало в течение двух лет. Многие вещи в моей жизни шли не так. Меня уже не забавляли вечеринки. Я был в тупике и просто взывал Господу. И он услышал мои молитвы. Он услышал и молитвы моего отца. Тот был на молитвенном собрании в те же дни, когда я кутил на Бурбон-стрит. Я пришел домой в три часа ночи. На собрании большей частью молились за вас. Отец в основном молился за меня. Я вошел в спальню, закрыл дверь и упал лицом на пол. И, наверное, в первую жизнь я ощутил Бога рядом с собой. В духе я видел облако сияющей славы Божьей, которое вошло в мою комнату и витало надо мною три часа. Бог невероятным образом преобразил мое сердце. Зависимость была разрушена. Годы эмоционального и ментального хаоса ушли в прошлое. Я буквально стал новым творением. И все это произошло там, в моей комнате. Я словно заново родился и перешел из царства тьмы в царство Божьего света. Да, где-то я уже об этом читал. Я тоже. Эта встреча буквально изменила все в моей жизни. А затем вы стали действовать под открытыми небесами. И у вас открылся дар видения. Расскажите нам об этом немного. Все верно? Да, почти сразу же я начал видеть сны. Я старался как можно скорее прочесть всю Библию. Однажды вечером, ложась спать, я спросил у Господа, «Почему ты больше не говоришь к людям во снах?» Я как раз прочел об Иосифе и его детстве. Мои бабушка и дедушка были пасторами. Но меня учили, что Бог больше не говорит через сны. Так что перед сном я искренне задал этот вопрос Богу. И Он услышал меня и ответил, «Я увидел пророческий сон, который привел к тому, что человек, которого я давно знаю, родился свыше, обрел свободу и восстановленную семью». Бог использовал именно этот пророческий сон, чтобы привести человека в свое царство. С того момента сны, ну а вскоре и видения, для меня стали обычным делом. Однако вы настолько погрузились в служение, что пережили то, что мир называет выгоранием. На семь лет открытые небеса словно закрылись для вас, но Адар прекратился. Затем вы получили два откровения, которые изменили не только вашу жизнь. Я гарантирую, если вы примените эти откровения, так же, как применил их Джастин, они изменят и вашу жизнь. Первым человеком был пророк, который уже на небесах. Его звали Боб Джонс, и он вызывал во мне столько ревность. При каждом нашем разговоре он упоминал, «А я как раз около часа назад был на небесах. Я сделал то и это». А я думал, «А со мной-то что, не так? Я никогда не был на небесах. А ты постоянно там находишься? Круглые сутки практически». Так, чему же научил вас Боб Джонс? В чем главный ключ? Расскажите. Он научил меня, что нужно ждать Господа, ждать Его появления. Цело не в чтении Библии, даже не в молитвах, хотя все это, конечно, важно. Нужно ожидать в Божьей атмосфере, различать с появления Господа, ожидать, что Он непременно придет навстречу с вами. Боб говорил, что многие из его драматических встреч с Богом начинались очень спокойно. Он просто ожидал в Божьей атмосфере, возможно, переживал небольшое видение или побуждение в Духе. Когда он начинал всматриваться в то, что видит, это перерастало во встречу с Богом вплоть до перемещения в тронный зал. Я твердо убежден в этом, благодаря таким местам Писания, как 4 глава евреям. Там сказано, что мы можем с дерзновением приходить к трону благодати. Ну или 4 глава Откровения, где сказано, что дверь на небеса открыта. Это был любимый стих Боба. И голос сказал, «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». В 10 главе евреям сказано, что Иисус устроил для нас новый живой путь, чтобы мы входили за завесу в святое святых. Это привилегия, доступная раз в год только первосвященнику. Теперь же Бог дал всем верующим приглашение приходить к нему и входить за завесу в тронный зал. Еще один человек тоже давно на небесах. Она жила больше 300 лет назад и донесла до вас еще более глубокое откровение, чему она вас научила. Да, мадам Гийон, созерцательница 17 века, жила в полном погружении в молитву. Она записала последовательные шаги к тому, чтобы войти в атмосферу Бога. А вот некоторые из ее принципов. Она писала, что молитва — это не что иное, как общение сердца с Богом и внутреннее упражнение в любви. Другими словами, молитва — это в первую очередь не молитва головы, а молитва сердца. Она учила и другим вещам, связанным со Словом Божиим. Например, о том, что молитвенное чтение Писания может быть катализатором встречи со Всевышним Богом. Приведите в пример хотя бы одно местописание. Конечно. Один из самых простых примеров тоже касается молитвы. Мы знаем о Господней молитве, которая родилась после Нагорной проповеди. Иисус учил нас, молитесь так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя». Мадам Гион писала, «Возьмите эту молитву и уделите каждой фразе столько времени, сколько потребуется». К примеру, вы молитесь, «Отче наш, остановитесь и скажите, «Боже, Ты такой чудесный Отец. Ты учишь меня быть Твоим сыном. Ты учишь меня быть Твоей дочерью. Спасибо, что любишь меня как Отец». Затем молитесь дальше, «До светится имя Твое». «Боже, Твое имя прекрасно и славно. Твое имя превыше всех имен». Цель в том, чтобы позволить вашему духу полностью пропитаться откровением Слова Божьего. Сколько бы вы не прочли до того, как атмосфера Божия стала настолько захватывающей, что вы больше сфокусировались на ней, чем на том, что вы читали, остановитесь. Пусть эта атмосфера будет в фокусе вашего внимания и вашей любви. Пусть эта атмосфера Бога в этот момент станет для вас всем». Мадам Гьон писала, что цель чтения Библии – это качество, а не количество. Цель в том, чтобы получить откровение Слова Божьего, а не охватить определенное количество глав Писания. Посмотрите в эту камеру и расскажите нашей аудитории, что для вас значит Слово Божие. Второй Библия становится книгой, с которой сдувают пыль и открывают лишь в моменты отчаяния. Но это ведь не ваш случай. Я прав, так? Да? Слово Божие – это хлеб, это пища, Слово Божие – это живая вода, это жизнь из самого сердца Бога, которую Он дал нам, чтобы мы могли вкусить Бога, коснуться Его самого и Его природы через откровение Его Слова. Это один из величайших даров, данных человеку. Вы в любой момент можете открыть Библию и лицом к лицу встретиться с Творцом Небес и Земли, Богом всей Вселенной. А вот что означает лично для меня Слово Божие. Надеюсь, для вас оно будет значить то же самое. А что бы вы сказали тому, кто смотрит нас и думает, «Вы не понимаете, у меня такая сложная жизнь, я прихожу домой, и мне не хочется открывать Библию, я совсем бессил». Что бы вы сказали такому человеку? Я бы сказал, что мы часто даже не осознаем свою потребность в духовной жизни и животворящей силе Слова Божьего. Зачастую упадок сил, который мы ощущаем в конце дня, это следствие нашего отчаянного голода по Слову Божьему и его атмосфере. Если у нас нет желания держаться за Бога, приближаться к Нему и углубляться в Его Слово, то лучше всего начать с молитвы, «Бог, сделай меня голодным». Всели жажду в мое сердце. Помоги мне жаждать себя так же, как лань, стремящаяся к источнику воды. Молитва о голоде – это молитва, на которую Бог всегда ответит. Вы говорите о таких важных вещах, что мы даже не дошли до темы нашей программы. Что произошло, когда вы перенеслись на небеса? Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Итак, Джастин применял откровения, которыми он только что с нами поделился, и неожиданно перенесся на небеса на два с половиной часа. Что же там происходило в том удивительном месте, где многие из нас и не были? Сначала меня вели по коридору, а затем передали другому ангелу, который повел меня дальше. Он повел меня к огромному залу, похожему на гигантский тронный зал царя. Ангел назвал мое имя, ввел меня в этот зал и ушел. Войдя в зал, я вдруг увидел Иисуса, который выглядел как человека-лев. Но я не знаю, как это описать. Он выглядел одновременно, как человек, но у него были черты льва. Вы ведь знаете, его называют лев из колена Иудина. Да, конечно, Библия говорит об этом. Точно он стоял на коленях, руки сложены на бедрах, и он ходатайствовал. В послании к евреям в 7 главе 25 стихе сказано, что он вовеки ходатайствует за нас, и потому может спасать тех, кто приходит к Богу через Него. Он увидел меня и помахал, чтобы я подошел и присоединился к Нему. Я встал на колени рядом с Ним и начал молиться от всего сердца. Думаю, именно об этом писал Павел в послании к Галатам. Я снова в муках рождения. «Доколе не изобразится в вас Христос». Во время этой встречи я в основном ходатайствовал вместе с Господом. Я получил откровения о своей личной жизни, о служении, которое я несу, о семейной жизни. Господь о многом мне говорил, но большей частью Он приглашал меня на новый уровень в моей молитвенной жизни. Могу сказать честно, вы говорили, что в моей жизни были 7 лет, когда в молитвенной жизни многое было закрыто. 7 лет прошло прежде, чем Господь заговорил со мной. Я пережил темную ночь своей души. Ночь с 12 на 13 апреля 2016 года стала завершением этого периода. Я перенесся на небеса, и Господь рассказал мне о моей молитвенной жизни. Со дня этой встречи она изменилась радикальным образом. А знаете, вы привлекли внимание моих продюсеров тем, что написали книгу. Я должен признаться, я сказал своим продюсерам, «Мне не нужна еще одна книга о снах». Но они ответили, «Сид, это совсем другое». Я объясню, в чем отличие. Сколько книг о снах вы прочли до этого момента? До этого момента ноль книг. «Тогда откуда у вас столько информации?» Большая часть этой информации я получил пророчески от Бога в тот период, когда я много часов молился в Духе. В моей жизни начался период откровений, и пророческие сны стали сниться чаще, чем прежде. Порой мне казалось, что на моей спине нарисована мишень, потому что все пророчествующие в радиусе 100 километров стали приезжать и рассказывать свои сны. «Так во мне начал действовать дар истолкования основ». Это действительно пришло по откровению. «Прекрасно, что у вас есть такой дар. А как же я? А как же вы? Какие отклики вы получаете, когда люди читают вашу книгу, или вы учатся об этом?» Недавно я вновь услышал самый частый отзыв. Это произошло около двух часов назад, когда я разговаривал с одним из наших сотрудников. Совсем недавно. Да, совсем недавно. И так постоянно. Этот сотрудник поделился со мной историями о своих встречах с Господом. Бог приходил к нему несколько раз. Я сказал, какие потрясающие сны вам снятся. Он ответил, все началось около года назад, когда я прочел вашу книгу. Я и понятия не имел, что причина в этом. Но я слышу такие отклики снова и снова, когда люди приходят на мои семинары или читают книгу. Их сны словно пробуждаются. Простите за банальность, но это похоже на активацию дара. Точно так же дар видения начинает действовать совсем на ином уровне, чем прежде. Тогда это удивительное откровение, а не информация. Между информацией и откровением огромная разница. Это вот откровение. Приведите мне пример о снах. Библия говорит, что кто-то из нас принимает ангелов, даже не осознавая этого. Скажите, а мы можем принимать ангелов во сне? Конечно. Писание говорит о том, что ангелы часто участвуют в пророческих откровениях. Вы видите это в книгах пророков и других книгах с откровениями. Зачастую сон снится нам, потому что нас посетил ангел. Могу привести такой пример. Если я скажу, что вашему шестилетнему сыну приснился кошмар, потому что приходил бес, который его атаковал, большинство духовных родителей скажет «да, конечно». Но если я скажу, что вам приснился сон с откровением, потому что вас посетил ангел, Божий посланник, в этом будет намного больше смысла. Зачастую персонажи, которые говорят с нами во сне, это ангелы. Мы видим это в Писании. Иногда персонаж нашего сна даже может быть с Господом, пришедшим к нам в образе, который мы не узнали. Поэтому ангелы — это частые участники наших сновидений. Но большинство людей их не видит и даже не думает о них. Своим учением вы пробуждаете это осознание. Прямо сейчас нас смотрят люди, которые говорят. Он говорит так, словно действительно знает Господа. Я хочу, чтобы вы лично пережили и познали Бога. Это мое сильное желание. Я знаю, какой была бы моя жизнь без Бога. Я знаю, какова моя жизнь с Ним. Не знаю, как я раньше жил без Него. И потому сейчас я хочу помолиться с вами. Поэтому приглашаю вас на молитву. Повторяйте вслух со мною эти простые слова. Почему? Библия говорит, исповедуйте своими устами, что Иисус есть Господь. Скажите громко вместе со мною. Дорогой Бог, я совершил много ошибок. Я раскаиваюсь. Я благодарю тебя, что твоя кровь, кровь Иисуса Христа, омывает все мои ошибки. Я получил новое начало, потому что за меня умер кто-то совершенный. Библия говорит, что никто не совершенен. Бог мой, ты стал человеком и жил среди нас, жил совершенной жизнью. Ты умер и воскрес из мертвых, заплатив цену за все мои грехи. Теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне, возьми мою жизнь. Я принимаю тебя Господом всей моей жизни. Аминь. Скажу сразу, если вы начнете следовать советам, которые вы слышите на нашей программе, читать Библию и общаться с Богом, то даже если не все будет получаться, не падайте духом. Он слышит каждое ваше слово. Помолитесь, пожалуйста, за наделение теми же дарами, дарами сновидения истолкования снов для всех нас. Джастин, вы можете это сделать прямо сейчас? Конечно. Отец, благодарю тебя, что ты добрый Отец, который дает Духа Святого всем просящим у тебя. Мы просим высвободить эти дары для каждого, кто сейчас согласился со мной об этих дарах Духа, об этих дарах Откровения во имя Иисуса. Высвободи дары сновидения, дары видений. Бог, открой глаза наших сердец, даруй нам Дух Премудрости и Откровения в познании тебя. Мы просим тебя, Отец, чтобы ты повел нас к откровениям и хождению с тобой, чтобы мы не только слышали тебя своими ушами, но и видели тебя своими глазами. Мы просим об откровении и обо всем этом во имя нашего Господа Иисуса Христа. Бог, пробуди каждое сердце. Аминь и аминь. Это значит, готово. Совершилось. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Джейсон Ноббл, пастор из истории прорыва. Я был личным свидетелем самого большого чуда, воскрешения мальчика, который больше часа был мертв. Бог заговорил со мною и сказал, «Я хочу, чтобы ты создал инструменты, которые научат людей принимать чудеса. Не могу дождаться возможности поделиться ими с вами. Присоединяйтесь в следующем выпуске. Это сверхъестественно». Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше. Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы сильно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинует. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную копию книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня.